Дмитрий Красильников в воротах, братья Рахмановы в нападении, Валерий Захаров, Алексей Цыганцов в защите. К матчу с действующим чемпионом Мобирейтом его главный конкурент Сибирска Берхов подошел в самом оптимальном составе. Новичков, которые неделю назад завершили сезон в футбольной волге, заявили буквально перед стартовым свистком. Правда, оранжевых таким пополнением не испугать. В этом нет ничего страшного. Они как бы и в том году играли, и позапрошлый год играли. Понятно, что ребят мастеровитые, профессионалы все-таки. Конечно, у них уровень мастерства повыше, чем у нас. В предыдущем туре Сибирска Берхов вытащил матч против Платона за счет героизма своего капитана Алексея Цыганцова. Ворота соперников он забил тогда три гола и обеспечил победу 6-4. На сей раз, говорит опытный футболист, помощь из целого квартета мастеровитых волжан подоспела вовремя. Конечно, было легче. Во-первых, были замены хотя бы элементарно. Ну и сегодня мое дело было помочь своим сменщикам, если так можно сказать. Молодежь все равно пора уже им. Вот они и сказали свое слово. Я, можно сказать, только подыгрывал. Прессинг по всей площадке, в том числе и у ворот соперника. Горожане с первых минут навязали чемпиону свой футбол. Мобирейт оказался то ли не готов к такой спортивной наглости, то ли просто не справился с ней. И вот уже Денис Рахманов, разрезающий передачи, выводит Александра Попова. Один на один с голкипером Мобирейта Александром Кузнецовым. И форвард шансов не оставил. Не успел чемпион погревать, а соперник удвоил преимущества. Это Ренад Саддинов неудачно подставил ногу, превратив дальний удар Захарова в голевой рикошет. Команда соперника была как-то посвежее, что ли физически, может быть, больше готова. То есть побольше молодых, больше движения. Это во-первых. Во-вторых, мне показалось, что у нас мяч прям в ворота не шел вообще. То есть у нас тоже было прилично голевых моментов, но как-то забить уже не получилось. 20 минут в первом тайме и 12 минут во втором. Команды играли без забитых мячей. Хотя моментов голевых было предостаточно. Чего только стоит удар по полу в штангу с нескольких метров. Этот промах аукнулся обверхов и буквально через пару минут. Юрий Абдухаков взял игру на себя и после славного похода через частокол с индивидских ног неотразимо пробил в дальний угол. Просто, чтобы получилось преимущество, нужно рисковать. Тем более проигрывали по счету. Решил просто обыграть. Получилось численное преимущество у нас в атаке. Потом решил пробить. Попал. Впрочем, интрига пожила всего лишь 3 минуты. Едва ли не следующая атака. Денис Рахманов распутил опекуна и мощно пробил с дистанции. Александр Кузнецов с этой пушкой справился. Но первым на добивание был Захаров. 3-1. Повыше играть. Повыше там к порталю. И бежать. Есть силы. Бежать надо туда. Открываться. Силка у Мбирейта осталась, но не осталось времени. Заменив порталя пятым полевым, действующий чемпион пошел ва-банк. Симбирск последние 4 минуты защищался без суеты. А на последних секундах Попов, открывший счет в этом поединке, поставил и точку, забив от пустые ворота. 4-1. В принципиальном матче успех празднует Симбирск. Для нас очень важно было сегодня в психологическом плане победить. Потому что в прошлом году мы все-таки проиграли. Мы проиграли 3 игры. 2 игры в чемпионате, 1 в кубке. Поэтому даже с точки зрения турнирного положения, если бы мы сегодня проиграли, было бы не так важно. Самое главное было победить именно в психологическом плане для себя, для уверенности. Впервые с начала чемпионата отдельный игровой день обошелся без ничьих. Все началось с разгрома. Дебютант Суперлиги Юниор забил в ворота промресурса 7 безответных мячей. И еще примерно столько же запорол голевых моментов. Без пропущенных мячей обошлась и погода в доме, обыгравшая Платон со счетом 5-0. А два заключительных поединка завершились с одинаковым счетом 2-1. Кристалл переиграл Штальбург, а Авангард в суперконцовке нанес поражение Контактору. Причем все завершилось удалениями с обеих сторон. Победители лишились на следующий тур Максима Захарова, а проигравшие своего капитана Андрея Русанцева. При этом голкипера Авангарда Вадим Новичков отразил пенальти и сохранил для своей команды победу. После третьего тура в турнире на таблице двоевластие. Причем на вершине те, от кого этого если и ждали, то не с таким большим 4-очковым отрывом. Симирская Берхов и Кристалл пока идут без потерь по 9 очков. Далее в тройке лидеров еще одна команда, которая 3 недели назад предрекала борьбу за выживание. Но Нью-Ор пока опровергает все прогнозы и коэффициенты. Далее команды идут очень плотно и безнадежным положением выглядят только у промресурса. Причем незавидно не только 10-е место аутсайдера, но и его невнятная игра на старте сезона. Тройка лучших бомбардиров в третьем туре не отличилась. Игорь Ахмедшин, Вячеслав Прибылов и Андрей Манышев так и остались на уровне второго игрового дня. Следующий, четвертый тур пройдет 18 ноября. Симирская Берхову предстоит восстановительный матч против промресурса. Еще недавно это была одна из главных вывесок чемпионата. Сейчас же на промресурс вряд ли кто поставит хотя бы цент. А вот у Мобирейта новые испытания. Погода в доме хоть и стартовала неважно, но победа над Платоном доказала, что восстала из пепла. И наконец Кристалл должен доказать, что его присутствие в лидерах закономерность, а не случайность. Для этого необходимо обыграть Плато.